Только не говорите, что вас никогда не фрезал Майнкрафт. Это просто невозможно. Разработчики этой игры пытаются хорошо оптимизировать игру, но у них это плохо получается и у многих людей случаются проблемы. И вот на помощь пришёл я. В этом ролике вы узнаете о лучших способах повышения фпс в Майнкрафте. Также напишите в комментарии, может вы знаете каких-нибудь офигенных способах повышения фпс. А я начинаю. Повысить фпс можно несколькими способами. Начнём из самого популярного, это настройка графики Майнкрафт. Я буду показывать на примере версии 1.18.1. Одну из самых новых версий. Пытается рассказать о настройках графики без воды и прочей фигни. Настройки, настройки графики. Тут графика быстро, мягкое освещение выключаем, мягкое освещение тут тоже выключаем. Свет предметов выключаем. Шейдеры нет смысла показывать. Элементы игры. Облака выключаем, листья быстро. Дальше туман выключаем, тут всё как-то так. А, блотные цвета тоже выключаем. Анимации полностью всё выключаем и частицы ставим на минимум. Качество. Улучшенный дёрн выключаем. Так, дальше тут всё. Улучшенный снег тоже выключаем. Производительность. Быстрый рендер включаем. Умные анимации выключаем. И стабилизация фпс выключаем. Дальше. Если хотите, чтобы у вас отображался фпс, вы можете включить. У меня как раз таки это включено. Это ни на что не влияет. Дальше прорисовка и симуляция. Можем поставить на 8, играя на 12 или 8 прорисовки чанков. Но можете поставить, если у вас влагает, прям на 4 или 5. Мы закончили с графикой. Дальше офигенных способов нету. Но есть и 2 текстурбака, которые я уверен на 100% повысит фпс в Майнкрафте. И перейдём к первому текстурбаку. И вот и первый текстурбак. Он не для 1.18.1. Он для более нижних версий. Точнее, вроде бы для 1.9. Но всё-таки можно поставить его на огромные версии, на более высокие. И поиграть. И он довольно-таки изменяет многое. Конечно, вот такие вот новые блоки будут по-прежнему такие же. Но если брать ту же листву, она будет вот такая вот пиксельная и непонятная. Так что вот как-то так. Но я думаю, с этим текстурбаком ваш компьютер точно сможет запустить Майнкрафт. И вы сможете поиграть в него, собственно. Прошлый текстурбак был ещё сказкой. А тут уже что-то гораздо непонятнее. Иначе тут ничего не понятно. Вот даже зайти в инструменты и вот... Вот... Не знаю. Как вы догадались, к примеру, что это огнево? Я бы никак, наверное. Ну... А это... Это... Ну то есть... Ну то есть, да, вы поняли, я думаю, да? Или, например, алмазный топор. Или что бы ещё вам такое показать? Механизмы. Ну вот, факел. Это такой факел крутой. А вот житель в новых версиях. Он, конечно, немного странный, но... Ну ладно, ладно. А это... Я ведь не расистовый, да? Они туда немного... Не в ту сторону. Не знаю, что тут вам ещё показывать. Но если у вас там прям какой-то очень древний компьютер, поставьте просто этот текстурбак и играйте. Ведь он тоже не для новых версий. Он вроде бы для 1.9. Но я его поставил на 1.18.1. И, как вы видите, всё совершенно работает. Просто некоторые блоки такие же, как и в обычном Майнкрафте. Ну вот, как-то так, собственно. Кстати. На 1.9 же, да он? Да, на 1.9. Ну что могу сказать? Выглядит он, конечно, немного странно. Но я думаю, если у вас там какой-нибудь... Не знаю, калькулятор, а не компьютер. Но тогда вы 100% на нём запустите этот Майнкрафт. Лучший способ купить себе хороший ПК и играть на нём Майнкрафт. Или что-то поинтереснее Майнкрафта. А с вами был Стас. Ставьте лайк, чтобы у вас стоял. И пока.